так давай так мы тебя можем снимать да окей давай я просто поздоровлю скажу друзья всем привет всем привет мы продолжаем искать машину и мы лишь я честно дико устал я уже заговаривать но мы решили пойти немножко другим путем и смотрите понятно у нас ограниченный бюджет многие пишут что есть живые 60 90 конечно они есть за 9 10 тысяч евро они наверняка есть но вы знаете наш бюджет идея наша заключается в том что мы как бы приезжаем смотреть машины целые они все с дефектами мы приехали смотреть машины которые изначально дешевле рынка но ребята сразу говорят тут такая проблема такая проблема хочешь покупать очень поэтому сегодня посмотрим сколько здесь машин раз-два-три-четыре-пять-шесть семь с чего начнём можешь 92 там начинай пошли с самого самого жирного 92 смотреть я так по фоткам понял что там 20 дизель да да цвет почти мышь только темно мой любимый n47 чего по пробегу где-то 250 270 да ты что-то знаешь про эти машины ну или дефект коробки так завести поехать все нормально но когда подольше начинаешь ехать коробку выкидывает в аварийный режим приборки 251 нету думаю что не родная но надо подогрев парктроники музыки нет люк есть механическая кожа рваная и ты не знаешь там что у нее с мотором с цепями это же пробег большой очень для этого двигателя нет информации то ну по шильдику я бы наверное не доверял ты имеешь ввиду какому ну вот по маслу а это масло только на да это только масло ну да по цепи не будет информации это с ней дайте диски все машины как стоят как видите в такой комплектации идет машина да нас лета стоит ну я думаю что надо просто по факту и смотреть но тут даже грибы растут могу мне хоть ностальгия у нас был 1 2 вот с этим вот этот вот ящик это так удобно вот четверки нету и даже вну кармашки только есть там не знаю что-то положить быть не хватает по коробке и мы знаем что делать с коробкой куда ехать скорее всего обменять на ремонтировать ну или ремонтируют да но мы не знаем пока на нее цену да в целом на кузову она не плохая целая да не бита или не знаете ну по аварии я тоже не знаю можем пробить его пока вертикал на первый взгляд выглядит ровно так друзья 92 поддон на коробке вмененный наверное пытались коробку починить до маслом но мы не пытались не не про вас говорю я вообще говорю до этого наверно кто-то фильтр топливный 2014 года ай молодцы какие восемь лет топливного фильтру на дизельной машине молодцы экология вырезана здесь сыться масло но это нормально если здесь оригинальные цепочки стоят а мортики подвеску я шатать даже не буду в этом нет смысла вот здесь кстати ты помнишь это место мы с тобой всегда ориентировались вот это вот распорка ну как типа джон ну ты что да она первое что не жиреет по кузову тебя особенно в латвии там соль сны пошли неплохо плюсовые провода нет она с 19 года вы посмотрели на из германии примерно что в основном эти машины покупают молодежь которые не всегда осознают мы с тобой уже не молодые слышала то есть до молодежь которые не до конца осознает сколько требует содержать эту машину снизу нормально и деда детально не буду рассматривать но нет смысла это звук знакомый я надеюсь не заслоны ко мне а то улетят не дай бог слушай свет горит глаза горят мало в лампочки разные и кажется даже слышно цепочку чуть-чуть помимо вот слышь такой есть цик-цик есть еще шорп еще такой это тоже похоже на цель я думаю я просто это сразу считаю что это надо делать короче я сейчас придумал пацаны смотрите чтобы сейчас эта машина окончательно стала потенциальной настоящей потенциальной для покупки короче друзья мне кажется сейчас оператор там на сидит и все были ладно здесь коробка и цепочки по хорошему ну а мортики рычаги это понятно но это мешает ей скажем так вот сейчас поехать да и она не упадет в аварию с того что не рычаг там стучит например ну с коробки там беда но нас сломанной коробкой не напугать виталик привет так смотрим дальше это у нас 91 да но с этой будет самая большая беда выхлопной газ через тосольный бачок идет все закрываем это n47 тоже да это такой же как там мотор чем я и говорю да то помимо цепи там еще есть треснута гильза как здесь так это у нас 91 тоже на ксеноне да да это только что было на цсдд больнейший лист получила там есть вопрос по дымит какой мотор тоже трехлитровый дизель 3 литра и x-drive да 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 о зимой x-drive классная тема правда не ну как конечно заднем приюде тоже весело кататься но все-таки 60 литровая 91 330 x-drive на 18 дисках черный как вы любите на черном кожаном салоне обогревами обогревы фарктроники большой экран без без люка без музыки тоже cc что даже работает у нее но здесь две такие самые большие дефекты это то что двигатель дымит и по задним аркам коррозия да больше всего тышь коррозию терпеть могу дырки прям есть что ли ну так они написали но сейчас конструкции стыб ребяток мою скорость бояемся их шесть фант и оба стороны там наверно да внутри вот варите твой ладно допустим номер блатной смотри какой номер подарок на я знаю просто людей которые вот за этот номер готовы заплатить треть стоимости этой машины 530 на и пакете на пакете да но диски только маленький но поставили зимнюю резину только что прошла техосмотр сильно грязная только что у нас тут большой экран подогревов нет автомат экран кстати android а я вот смотри что блестит когда к задумаю что-то мне кажется может полуэлектро кожа бежевая засоранный салон очень сильно м-руль не м-руль а спортруль или тайм-руль подожди это спортруль м-пакет оригинальный не знаете не знаю а потолок белый свет ну кстати смотри пороги м не накладочки просты да она такая тут короче каждую машину как минимум надо сразу химчистку рассчитывать особенно в таких салонах светлых этой машины с техосмотра да снова да сегодня прошли это самое там единственная есть ошибка по давлению шин поскольку поставлен android мы можем сбросить давление шин я понял остается у нас раз-два да да ну давай ди носик показывал рассказывать это 30 дизель 30 дизель на ручке без мультимедиа 4 стекла светлый потолок фары убитые здесь тоже что с ней вот эту машину мы не смотрели вообще она недавно совсем приехала 22 год и в октябре октябре закончилась на земле резине да ну тут такая себе резина электричество закончился ну вот аккумулятор надо копил зато ли чок без забака открыт он не закрывать е61 61 рестайл или поставленный рестайл а это не та которая у руль был справа не та уже продалась быстро забрали так 61 черная рестайл трехлитровый дизель да да смотрите комфорт салон комфорты рыжий с обогревом маленький экран час коробкой а заталкивали пока что ситуация с ней такая что ее можно завести только но как начинаешь трогаться или двигать и она глохнет секретка там уже разобрана ищем скорее всего секрет ну и скорее всего пандект есть такие секретки которые на движение срабатывают а скоро ставишь все нормально как только движение сразу глохнет да мне мне кажется в скорость ставишь тоже глохнет она это игла тогда водой можем удачи вам углу найти потому что не всегда клиенты возвращают эти чипы бывает даже и без ключей они приходят тогда приходится самим ключи делать и не знаю вот а мне вот 61 очень нравится в нее они прикольные это вообще смотри на рыжем комфорте фейслифт глохнет правда ну ладно это вы найдете но мы можем ваши заботливые руки передать нас владею и стоп 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 меня не обмануть смотри заклепочка не оригинальная раз заклепочка не оригинальной 2 значит у нас здесь оригинал значит нас вот эта часть будет поменена скорее всего вот если вот эта часть поминя это не страшно если эта часть это уже более серьезный ремонт да смотри здесь тоже самое здесь во первых она помятая вся его тут вот видишь есть разорванное все здесь заклепки оригинально да она получается по морде получал есть коррозии немного кстати есть есть страшно трубка тормоза оригинальная здесь тоже оригинал здесь чуть-чуть из коррозии чуть-чуть это все не общение проблема меняется двуступенчатая муфта любимая которая разбита у всех автомат сухой еще оригинальный кстати масло это нормально с этим не напугать она кстати из германии пригнана рейка простая если я правильно вижу отсюда а нет активная рейка здравствуй активная рейка привет здесь все на хомутах понятно лепили ее после аварии из того что есть не заморачивались о ничего себе какой тюнинг вот это неожиданно цей какой брус стоит из депо на каких-то этих типа растяжках прикручены лонжерона вниз и на них получать стоит интеркулера все остальное нормально слушать кстати провод пульсовой аккуратно с ней она у вас загорится скоро это лишь он прям кислый уже белом и что в этом и причин нет она не она заводится и все мнение видишь вон там видно себя ну я вижу зеленые уберу да просто какие-то телодвижения там внутри и будет каратыш и будет пожар и не дай бог сгореть еще одна с ними помещение с ними клемму да это очень сильно но такая болезнь была вот этих модель но кстати я думаю если прям позвонить сейчас венчки наша может быть будет на да еще друзья у нас есть 61 что это у нас дизель да ну конечно дизель что я прошу 25 дизель очек на полном велюре автомат с обогревом с ключом значит старый год она умерла уже да она уже умерла только что заехал своим ходом и умерла м-руль стоит смотри но судя по тому что здесь валяется крышечка от реле чувак на опыте он знал что сделать выключить компрессор или включить компрессор значок был тут у вас символ да она слета стоит правильный ремонт вот она стальная заклепка вот такие оставил вот это не оригинальная заклепка а вот это оригинальная заклепка виши и вообще не видно но она так вот такими ремонтировал тут кстати ремонт уже выглядит более правильным здесь но и панели все прямые до герметик такой правильно лежит здесь промазано вот это ремонтировали ремонтировали типа по технологии я понял ладно это нет это хороший вариант ну не конкретная машина а 60 к за 2 евро с дефектом зато честно вот потому что приедешь смотреть за 4 на сс и будет тоже 4 500 на быть такая же итак друзья продолжаем историю поиски машины для вас которые мы хотим разыгрывать как вы видели мы уже даже осмотрели машины которые продаются с дефектом но нам они к сожалению не подошли потому что есть те которые совсем плохо и понимаем что вложение в эти машины приведут к огромному бюджету времени например 92 которая нам действительно понравилась она все-таки оказалась не в нашем бюджете и цена ее порядка 5000 евро вот такой как вы видели без работающей коробки нормально по-хорошему поменять цепи и так далее 5 за машину с дефектом это ну может быть не самая большая цена но это не наш бюджет если вам кстати приглянулась какая-то машина из всех которые мы смотрели сейчас они там периодически меняются и у вас такая же история что небольшой бюджет и вы возможно ищите машину с дефектом где вам честно вот как вот оскар данным рассказал что тут эта проблема здесь с мотором здесь это в описании я оставлю контакты там есть все необходимые информации для того чтобы могли связаться с оскаром который вам честно проведет по своему боксу покажет машины которые там есть но мы двигаемся дальше нам написал подписчик находится 200 километров от нашего города мы туда сейчас двигаемся с очень на наш взгляд интересные машины интересные истории и я думаю очень интересным контентом для вас мы на полпути двигаемся дальше посмотрим что это за машиной мы думаем с оператором что вам очень понравится то зачем мы едем есть нас все устроит мы на нее садимся и едем в ригу но немножечко спойлера мы едем как видите на одной машине без эвакуатора без прицепа и всего остального а машина она на ходу но не совсем исправно доедем обратно на ней до дома это вопрос поехали смотреть дальше что друзья мы добрались до места где стоит машина за которой мы собственно и приехали за 200 километров мы ее практически купили по фоткам здрасте пути короче пацаны вот все как вы заказывали вот прям даже номерная рамка на литовском бмв детали александр 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 все просто саша саша попробуем запустить давай первый точно не работает видишь ничего не меняется ну не доедем я я говорю я думал что один цилиндр не работает без одного я бы доковылял без двух она на масле работает и очень не уж даже еще и на антифризе еще и до разноса дело дойдет качаться и его вот прям так надо поставить тогда нам надо вот эту часть на левую сторону то есть развернуть его на 180 градусов так у меня есть сто лет этого не делал короче чуть не происходит страшно или низкий поклон бмв она без двух или там трех цилиндров работает ну что друзья история поиска машины для вас окончен но это не значит что проект закончен это только начало всей этой истории вы дико устали мы вчера рано утром встали занимались 83 и сегодня рано утром стали занимались вот этой машиной но в этом видео я вам не расскажу не покажу что это за машина что с ним ком на состояние в конной комплектации вы можете уже бежать бежать писать комментарии там что ну как же так ты можешь с нами поступить вы же знаете что я вас всех люблю и мы делаем это только для того чтобы вам было интересно ждать следующей серии сохранять некую интригу увидимся в следующем видео я думаю что вот то что стоит за моей спиной будет безумно интересно по крайней мере вы сами этого хотели пока увидимся в следующей серии